Эта карта 2019 года была составлена с использованием спутниковых и аэроснимков. А вот эту Леонардо да Винчи нарисовал примерно в 1502 году, не имея возможности подняться в небо. Как? Когда печально известный итальянский политик Чезаре Борджо привез Леонардо да Винчи, написавшего этот портрет, в город Иммало в качестве военного инженера, тот уже имел неплохую военную репутацию и несколько знаменитых работ на счету. Когда Леонардо обосновался в недавно отвоеванном Борджо и Форте, одна из его обязанностей заключалась в том, чтобы помогать ему изучать территорию. В то время стандартная карта выглядела вот так — вид с высоты птичьего полета или холма. Часто на них появлялись мифические существа, не имеющие никакого отношения к военным операциям. Ракурс позволял рассмотреть лишь некоторые издания, тогда как другие располагались за ними. Эти карты, может, и были красивыми, но им не хватало правильности форм и масштаба. Леонардо необходимо было изобразить Иммалу как и ихнографическую модель, идея которую описал Витрувий, римский инженер и вдохновитель вот этой работы да Винчи. С практической точки зрения, речь идёт о карте, где всё выглядит так, будто вы находитесь прямо над изображаемыми объектами. Так можно получить более чёткое изображение. Рассмотрим Форд. На гугл-картах присутствует эффект теней, но перспектива в основном остаётся той же, что и реальный вид сверху, где расстояние уменьшает эффект искажения перспективы. Но у Леонардо не было возможности подняться так высоко, а потому созданный имплан Иммалу стал подвигом символического воображения и точности. На основе эскизов, предыдущих работ и наброска карты Иммалу мы можем догадаться о том, как именно Леонардо её создавал. Вероятно, он использовал бусоль, инструмент в форме диска с небольшим указателем для измерения углов на местности относительно устойчивой точки. Скорее всего, он использовал компас для фиксации ориентации окружавших город стен, причём буквально на каждом углу, что помогало точно переносить расположение стен на бумагу. Обратите внимание, что на карту наложен разделённый на секции круг. Чтобы установить масштаб, Леонардо также нужно было измерить расстояние между всеми этими углами. Он мог проделать это либо пешком, либо с помощью одометра — специального колеса с вращавшимися шестернями, которые измеряли расстояние, роняя камешки в ведро через определённые промежутки времени. Сопоставив углы и расстояние, он мог создать план за сотни лет до того, как кто-нибудь сможет проверить его правильность. Эта потрясающая карта 1551 года, написанная другим Леонардо, Буффалини, показывает потенциал метода да Винчи. Все эти ранние ихнографические карты имеют ряд неприятных особенностей, а именно неточности и художественные излишества, что отражают масштабы проекта. Придирались в том числе и к карте Иммолы, авторства Леонардо да Винчи. Вероятно, он использовал некоторые методы предыдущих работ и другие художественные приёмы. Похоже также, что, произведя точные замеры городских стен, мастер всё же позволил себе больше вольности с углами улиц внутри самого города. Но даже несмотря на художественную вольность, эта карта нечто большее, чем изображение форта и города. Это переход от географии мифов и восприятия к точно отрисованной географии информации. Эта карта Иммола начала 16 века оказалась ещё и картой будущего. КОНЕЦ КОНЕЦ